В последние годы на сайте retail.ru вы можете видеть наши интеграции пресс-центром Retail.ru на конференции поставщиков X5, Magnit. Лучше с микрофоном. И, соответственно, вы можете увидеть, что сети буквально строят специальные мероприятия, которые позволяют максимально понять, куда же движется в тот или иной момент торговая сеть. Понятно, что коммуникацию выстраивать сколько у вас сейчас поставщиков активных в матрице? 6 тысяч. То есть, ну просто, знаете, это вопрос о том, что когда вы жалуетесь зачастую, что у вас не слышит сеть, то вот если сеть не слышит 6 тысяч поставщиков, то чувствую, что им совсем сложнее иногда становится. Поэтому, естественно, отстраивается немало процесса. Ну что ж, передаю слово на тему эффективного партнерства и далее продолжим уже дискуссию. Спасибо, Наталья. Всем добрый день. Приветствую всех наших партнеров, наших коллег. Задние ряды слышно там, нет? Как со звуком? Хорошо все? Отлично. Прошлый год, конечно, показал, насколько важно выстраивать эффективное партнерство, насколько нужно укреплять наши с вами взаимосвязи и увеличивать точки соприкосновения общих интересов и находить новые возможности для роста. Сейчас хотелось бы рассказать на примере компании Магнит, как мы работаем, как мы выстраиваем партнерство. Хотелось бы начать первое. На текущий момент, как я уже сказал, 6 тысяч активных партнеров в нашей сети. За год мы выросли на 950 новых партнеров, новых поставщиков. Из них 360 новых локальных производителей, ультралокальных. Для понимания, на этом слайде вы можете увидеть, как идет расплитовка. То есть, тотал у нас 3600 федеральных игроков, производителей, и 2400 – это наши локальные партнеры. Расплитовка 60 на 40. Торговая сеть Магнит ставит своей одной из приоритетных целей – это стать лидерами по локализации, восприятии наших покупателей. Мы этим занимаемся, конечно же, уже не первый год. Вы можете увидеть текущие наши результаты. То есть, в формате «Магазин у дома» мы на текущий момент являемся лидерами. Мы идем с опережением, чем некий другой ритейл. Мы в формате «Супермаркет», «Магнит семейный». Мы также идем с опережением по итогам прошедшего года от некого другого ритейлера. И видим, что наша точка роста осталась еще в больших форматах. Немного уступаем некому другому ритейлеру. Мы ставим себе цель. Мы хотим за текущий год вырасти восприятие на 3% пункта и в 2024 году на 5% пункта восприятие по локальному ассортименту. Далее, хотелось бы обратить внимание, что за 2022 год, с учетом всей рыночной ситуации, мы смогли увеличить количество ассортимента локального на одну торговую точку со 145 до 186 в форматах «Магазин у дома». В больших форматах количество СКЮ на торговую точку у нас выросло с 264 до 348. Отличный результат, молодцы. Спасибо. Далее. Мы уже не первый год ушли в историю децентрализации. У нас запущены округа. На данном слайде вы можете увидеть долю в количестве поставщиков по нашим регионам. Понятно, где у нас регионы с широкой представленностью, то, соответственно, там доля выше. Такие регионы, как Волжский, Уральский, по 22-23% локальных поставщиков. Есть регионы, которые развиваются, такие как Сибирский, например. Мы со своей стороны в этом плане работу не останавливаем и будем двигаться по увеличению наших партнеров. Наш приоритет – фокус на локальный ассортимент. Тоже немножко цифр. Более 15% – это доля в обороте торговой сети «Магнит» всех локальных партнеров. Как я говорил ранее, на 350 поставщиков мы выросли за прошлый год именно в локальном ассортименте. Если посмотреть по категориям, доля локализации, хлеб-хлебобулочные изделия – это 100% в продажах. Молочная продукция – 49% занимают локальные производители. В мясном гастрономе – это колбаса – это 32%. В мясо птицы – это 24% сюда попадает и охлажденная, и замороженная птица. Замороженная продукция – 22%. И мучные кондитерские изделия – это 21% в товарообороте компании. С нашей стороны, как наши шаги по усилению партнерства в направлении локального ассортимента, мы усилились в региональной поддержке. Что мы за год смогли сделать? Мы увеличили наши активности год к году на 68% по регионам. У нас приросли на 48 фестивалей, 16 ярмарок и 4 недели местных производителей мы делали. Один из примеров таких листовок – на данном слайде это «Покупай Алтайская». Мы участвуем в различных праздниках, и вообще мы открыты к предложениям наших партнеров, когда какие-то локальные мероприятия проходят. Поднимите, пожалуйста, руки, кто в подобных активностях на своих регионах участвует? Ну, вот, да, мы сегодня, например, не только с магнитом, но вот эти ярмарки, фестивали, недельные. Не очень много участвует. Ну, немало, я вам скажу. Не два человека. Да, уже хорошо, что есть, но вот это к вопросу о том, что там, где может все-таки быть дополнительная близость с вашими покупателями. Нельзя недооценивать. Вы знаете, я еще, вот, позвольте, я сейчас немножечко такой коротенький фырк сделаю. Вот на текущий момент наша активность, которую мы сделали в рамках Фредэкспо, здесь очень большое количество производителей, которые мы здесь видим. Ребят, ко мне обратилась всего одна компания с желанием поставить свой продукт. То есть, эта возможность пообщаться и дать свое какое-то предложение дополнительное, да, призадумайтесь об этом, всегда ли вы видите те возможности, которые реально есть. Зачастую не выстраивается потенциальный нетворкинг ровно потому, что почему-то вы думаете, что это невозможно. Подумайте над теми ограничениями, которые у вас есть в голове. Как в голове, да, абсолютно верно. Очень часто такое бывает, когда партнеры приходят со словами, ну, у нас классный ассортимент, заведи. Когда ты начинаешь с ними обсуждать, как ты видишь свое развитие, ближайшая стратегия, там, год, три, пять, куда ты хочешь дальше выходить. У нас-то сеть с возможностью роста, выхода за пределы, там, региона, там, федерального округа. Далеко не у всех эта стратегия есть в голове. То есть, позиционирование продукта. Так, идем дальше. Я здесь все рассказал. То есть, еще раз заикарим. Мы готовы участвовать во всех мероприятиях, поддерживать, да, различные ярмарки и какие-то национальные праздники, и дни города. То есть, сейчас мы активно, как вы видите уже по результатам, год к году смогли увеличить в этом направлении наши активности. Ну, это для наших партнеров, соответственно, рост продаж. Ну, все понимают, я думаю, не надо расшифровывать. Идем дальше. Также еще один из шагов, который мы делаем для, ну, с нашей стороны, как партнеров, да, чтобы повышать продажи. Мы выделяем топперами уже не первый год, покупая местные, всю локальную продукцию. То есть, это сделано для того, как вы помните, восприятие локализации, да, магнит воспринимается, во-первых, лучше. Люди сейчас, мы видим уже не первый год тренд, хотят покупать свежие продукты, произведенные на их родной территории. Соответственно, сейчас мы переформатировали ценники, вот они самые актуальные, эти топперы, прошу прощения, которыми мы выделяем ценники. Будет покупая местные, то есть, и четко по спискам позиций будет выделяться. То есть, это у нас все уже настроено. Кстати, отмечу, что вот покупая местные, практически нет вот такого вот стоппера на том же Дальнем Востоке. То есть, тема, например, именно на тему покупать местные, там только развивается, и оно вот в совсем зачаточном состоянии нахожусь. Ну, я думаю, к ним волна-то придет. Ну, понятное дело. В Сибири же смотрят, я думаю, коллеги наши. Да, ну и, как я говорил, мы открыты к диалогу, то есть, мы всегда проводим торгово-закупочные мероприятия, да, в каждом регионе. Мы участвуем во всех конференциях, мероприятиях, которые организовывают не только профессиональные какие-то, да, участники рынка, но и госорганы. Вот, идем дальше. Следующий шаг, который мы предприняли по развитию и усилению нашего партнерства с маленькими производителями, это поддержка фермеров. С нашей стороны, что было уже сделано, да, мы уже внедрили упрощенный договор с короткими сроками оплаты за поставку 5 дней. У нас есть сниженные требования по выполнению их обязательств. У нас без лишней бюрократии можно подать заявку на заключение данного по данному типу договора через портал CRM 2.0, про него чуть дальше расскажу. Ну и также мы проводим торгово-закупочные сессии, в том числе и с корпорацией МСП, малосреднее предпринимательство по региону. То есть мы прям ищем малышей, мы готовы их развивать. За прошедший год, то есть уже в 2000 магазинах у нас представлена фермерская продукция, мы видим результат. Это действительно востребовано, в ряде категорий позиции уже выходят в группу B по АБЦ-анализу. Это здорово. В больших форматах у нас уже до 60% покрытие по фермерской молочной продукции. И сейчас, ну вот сегодня уже анонсировали всему рынку, то есть у нас еще идет пилот, фермерский агрегатор. То есть на Туле уже, кто успел в новости, зайдите, почитайте. Очень интересный проект. Мы уже на 35 партнерах, фермерах именно с ноября ведем его. Это не только поставка в наши магазины, но и возможность доставки в другие торговые точки. То есть мы именно помогаем партнерам развиваться и выходить на уровень, ну скажем так, с малыша ультралокального на некий локальный уровень. Что еще мы делаем? Фермерский дворик здесь представлен с правой стороны слайда. Это оформление в наших магазинах. Это, соответственно, приводит к дополнительному трафику. Мы даем возможность по молочной продукции дополнительно завести от 32 до 64 товарных позиций. Там также колбасные изделия рассматриваем 10-18 позиций и делаем торцы, где идет основной покупательский трафик. Что касается, есть еще проект фермерская лавка. Он также у нас реализован уже не первый год. Площадь 12-17 квадратных метров. Это размещение внутри торгового зала непосредственно производителем фермера. То есть специальное оформление делаем. Мы единственное, что хотим, мы согласуем вместе ассортимент, чтобы не было пересечений, но продажи у наших партнеров идут через свою кассу. То есть это шоп-ин-шоп? По сути, да. Здесь вот очень интересная статистика, которую бы я хотел показать. Это и не только статистика, но и аналитика. Мы провели замер, как меняются продажи торговой сети в зависимости от срока годности. Нет лазера? Понажмал. Тогда вот так покажу. Если посмотреть на вот эту часть графика, при остаточном сроке годности 70%, вы видите, как начинают пикировать продажи. То есть до 70% в среднем на торговую точку продается 3 килограмма, конкретно из КЮ, на 70% снижается 2,8, 50-60% идет уже 1,9 и к нулю стремится. Соответственно, мы с нашими партнерами, здесь хотел акцентировать внимание, чтобы вы были эффективными в торговой сети, не забывайте про такой параметр, как свежесть. За 22-й год торговая сеть «Магнит» смогла улучшиться на 1,3 дня. Это в ассортименте срок годности до 60 дней. Ну, на примере молочной продукции 2 дня улучшились, мясной гастрономии на 1,5, хлеб на 0,8 дней. Что может делать партнер? Как он может влиять на этот параметр и быть в том числе интересным для торговой сети? Изменение логистических параметров, изменение кванта, с которым вы привозите в магазин. То есть всегда нужно учитывать ваши продажи. Если продукт продается, ну, условно, 2 штуки, а вы привозите в коробке 27-суточный товар, ну, очевидно, что по графику вы можете это сами посчитать, будут списания. Соответственно, это работа с товарными запасами совместно с сетью нужно проводить. Это изменение товарного срока, технологического срока годности. Также участвовать можно в схемах типа кроссдокинг, например, то есть у нас есть такая опция, либо переход на местные поставки. Как правило, особенно в ультраскоропорте, это наоборот дает прирост продаж. И переход на оптимальные кванты я уже проговорил. Далее. Мы для наших партнеров, в том числе, не только для себя, но для наших партнеров, очень серьезную работу провели в части ускорения ввода и попадания на полку. Если посмотрите, в 2019 году ввод занимал до 87 дней. На 2022 год у нас занимает 36 дней с момента согласования и до попадания на полку. Это считаем хорошим достижением, то есть на этом мы не будем останавливаться. Здесь, соответственно, это наш шаг для того, чтобы наши партнеры быстрее могли ротировать ассортимент, заводить новинки, попадать на полку. Обещал рассказать про CRM 2.0. Вот мы до него и дошли. Это на сегодняшний день внутренняя разработка торговой сети Magnit. Это, акцентирую внимание, это самый удобный инструмент для того, чтобы зайти в торговую сеть. Чтобы вы начали с нами работать и попадали на полку. Почему? Объясню сейчас. Эра, когда мы в Excel-ках перекидывались коммерческими предложениями, немножко подходит к концу. CRM 2.0 позволяет вам, во-первых, фиксировать в компании, что предложение получено. Все условия для входа в сеть будут по вашим группам товаров указаны. То есть грамотная подготовка через данный портал позволит вам быстрее, во-первых, предоставить ответы на все вопросы, которые могут возникнуть, чтобы не уходить в долгие переписки в почту. Во-вторых, вы сможете понять, что нам нужно и в какие направления вы можете встроиться на полку. Что уже реализовано? Смотрите, личный кабинет поставщика – это удобный инструмент, где вы можете отслеживать статус по своему коммерческому предложению и в том числе взаимодействовать с категорийным менеджером. Соответственно, как я сказал, коммерческое предложение можете подать. Уже на CRM 2.0 проходят торговые процедуры, то есть по сути тендер. Здесь реализовано согласование претензий, то есть все автоматизировано, проверяется, претензия имеется в виду согласного договора поставки. Здесь согласовываются праздничные графики поставок, то есть это уже автоматом переходит в настройки логистические и позволяет, опять-таки, не уходить в долгие процессы согласований. Всегда приходят уведомления об ответе в почту в личный кабинет. Здесь у нас тоже один из плюсов – это бесплатная регистрация, то есть абсолютно, пожалуйста, регистрируйтесь и участвуйте. Быстрый переход на ресурсы компании. Здесь помощь по настройкам электронного документа оборота. Это подключение к аналитическому порталу, факторинг. На 2023 год у нас есть планы по развитию следующей шаги. Мы хотим сделать это согласование промо. Согласование промо имеется в виду в части цен объемов. Это интеграция будет с системой прикат, то есть чтобы быстрее подтверждать скидку, то есть ценовые уведомления, документы подписывать. Здесь интеграция с нашей системой управления прогнозированием промо. То есть вы можете участвовать совместно с нами в прогнозе, сможете, когда мы реализуем очень скоро этот проект. Также здесь будет интегрироваться корпорация МСП и планируем запустить также логистические настройки. Попрошу, сфотографируйте внизу ссылку CRM Magnet.ru. Все, кто еще там не зарегистрирован, добро пожаловать. А кто уже пользуется? Так, немного, но есть. Ну, так же примерно, как на предыдущих вопросах было. На самом деле на сегодняшний день у нас 7800 поставщиков зарегистрировано. Ну, то есть понятно, что они не все активные, потому что у нас сейчас 6000 активных. Более 16000 SKU подано на рассмотрение. И с нашей стороны на 50% сокращен срок рассмотрения коммерческих предложений. Очень удобный инструмент, который мы также разработали для того, чтобы повысить эффективность нашего взаимодействия с партнерами. Вопрос какой-то? У нас не так много времени еще. Да, и здесь также кратко хотел рассказать. У нас есть еще аналитический портал поставщика. Это отдельная разработка торговой сети Magnet. Здесь не просто аналитика, здесь уже аналитика агрегированная, то есть статистика, которая уже переходит в разряд аналитики. То есть что вы здесь можете посмотреть? Ваши продажи, LFL показатели. Ну, то есть коммерческие, логистические маркетинги. То есть мы видим, что по нашим партнерам, по ряду партнеров, на 12% пунктов увеличился показатель ОСА. Это доступность товара на полке. На 5% пунктах это точность прогноза в заказах увеличилась. И на 5% пунктах, соответственно, вырос DIF. Ну, то есть уровень сервиса наших партнеров. Про данный инструмент отдельно расскажут мои коллеги, руководитель категории вино Сергей Левожинский и наш дорогой партнер Игорь Зеленко из компании Retail Service. Поэтому я здесь время сейчас не трачу. В заключение хотел сказать, дорогие партнеры. Смотрите, очень часто бывает такое, я много участвую на всяких торгово-закупочных мероприятиях, всегда в диалоге с партнерами. И, ну, слышу, нам говорят, вот, меня не слышат, мне не отвечают. Первое, чтобы вам всегда отвечали CRM 2.0. Второе, будьте, пожалуйста, всегда настойчивее. И третье, формируйте стратегию вашего развития. Приходите с конкретным планом в торговую сеть. Мы со своей стороны всегда открыты и готовы даже помогать, направлять, потому что мы со своей стороны также анализируем рынок и видим, куда он движется и то, что сейчас нужно. У меня все, спасибо большое. Спасибо большое. Продолжение следует...